Случайные Штаты сделали попереджение белорусскому невызнанному президенту Лукашенко и про то, что если он согласится размещать любые что-то ядерное в своих сховищах, это будет автоматически означать величезные санкции, дополнительные для Беларуси. Достаточно вот такой заявки? Ну, я думаю, что это было обязательно, потому что такое заявление было в России, что они будут перенести там в Беларусь, но это символически, потому что все понимают прекрасно, что здесь речь идет по поводу один человека, это Путин. То есть Лукашенко здесь не играет роли, он никто в принципе, он просто символический человек для России, это единственный серьезный союзник для него. Поэтому санкции против Беларуси или санкции против Лукашенко это несерьезно, скажем так, это не важно. Все акценты это на России, и это то, что Россия должен понять, что следствие за какое-то там атомное оружие будет катастрофическое. Они уже об этом сказали, как Тарас сказал, предупреждали им и публичные, и непубличные. В конце года последний был очень много встреч, ну не очень много, но достаточно много встреч между высокопоставленными людей в России и Америке, когда они, я предполагаю, вот очень подробно рассказывали Россия, что им ждет, если они переходят этого красной линии ядерной, и что это будет на дальнейшем, и почему это абсолютно бессмысленный и безнадежный вариант для России. То есть я думаю, что сейчас то, что Россия так выступала вот в последние недели по поводу Беларуси, по поводу ядерной оружия, это показало, что у России сейчас очень мало вариантов осталось. Очень мало вариантов. То есть вы имеете на вас еще с пильником, полноценным, Роберт Лукашенко, в чеке? Мало вариантов, и это означает, что с Китаем по поводу военной поддержки они не договорились. Не договорились сто процентов.